Американцы на пороге непростого выбора. В ноябре они будут голосовать за президента. Пока у кандидатов на место в Белом доме еще есть шанс заручиться поддержкой избирателей. Накануне прошли первые теледебаты Байдена и Трампа. Для действующего лидера они оказались провальными. Эксперты и политики советуют снять кандидатуру Джо и выбрать другого представителя от партии демократов. Байден объективно уступал Трампу в ходе всей встречи. Об этом говорят не только аналитики, но и обычные американцы. Выступления экс-президента положительно оценили 67% опрошенных. Нынешнего лидера поддержали всего 33%. Представитель штаба Байдена поспешил заверить, что несмотря на неудачу в ток-шоу, Джо остается в предвыборной гонке. Демократы находятся в состоянии полной паники. С кем бы вы ни разговаривали по всей стране, все отчаянно пытаются придумать оправдание произошедшему. Это был плохой день для Джо Байдена. И это плохое президентство. Кандидаты на главный государственный пост во время этой дуэли затронули проблемы экономики, миграционные кризисы и военные конфликты. В этом контексте Байден вспомнил и про Беларусь. Он заявил, что Россия якобы угрожает нашей стране. А еще попытался оскорбить президента Путина. В целом, как отмечают аналитики, дебаты с участием Байдена и Трампа – это полтора часа взаимных обвинений в некомпетентности. Оппоненты не пожали друг другу руки, зато не скупились на колкости.